Вы слышите знакомую музыку, видите знакомые лица, все верно, с вами программа телемагазин. Конечно же, мы каждый день стараемся поднять вам настроение и предоставляем возможность сэкономить немалую сумму средств. Сегодня вы сэкономите в два раза больше своих денег, ну а почему, вы узнаете совсем скоро из нашего анонса. Поехали! Сегодня в телемагазине. Элегантные дамские сумочки из настоящего дерева. Такие аксессуары создает жительница Кишинева. О том, как из дизайнера интерьера превратиться в модельера необычных аксессуаров, в сюжете нашего корреспондента. В Молдове появится музей румынской литературы. Он будет открыт в доме известного поэта Андриана Паунецку. Черная пятница в телемагазине. Только сегодня приобретайте ваши самые любимые, качественные и необходимые в доме товары всего за полцены. Носите маску, чтобы защититься от пыли. Власти Туркменистана не признают коронавирус, но обязывают население надевать маски, чтобы уберечься от вредных веществ в воздухе. Какой все-таки красивый у нас мир и какая разнообразная сегодня у нас программа. Между тем, миры предосторожности в период пандемии стали настоящим испытанием для любителей объятий. Чтобы предотвратить распространение коронавируса, медики настоятельно рекомендуют нам ограничить физические контакты. Мы стараемся отказаться от объятий даже с самыми близкими друзьями, но многие люди стали по-настоящему страдать от этого. Интересное решение нашло управление природой и парков Израиля. Людям, которые просто не могут жить, не обнимаясь, советуют выйти на природу, сделать глубокий вдох и обнять дерево. Специально для того, чтобы все желающие могли вдовольно обниматься с деревьями, была организована экскурсия в парке, которая расположена в 15 километрах от Тель-Авива. Израиль присоединился к компании, запущенной в апреле лесной службой Исландии. А в остальном, меры безопасности для израильтян остаются прежними. Рекомендуется избегать и физических контактов с пожилыми родственниками, которые живут отдельно. А посещение домов-престарелых организуют только на открытом воздухе. Я прекрасно понимаю тех людей, которые начинают обнимать деревья. Я тоже не могу жить без объятий, но все-таки это не сравнить с человеческими объятиями. Ну, я с тобой абсолютно согласен. Ну, а мы переходим сейчас к следующей теме. Не, вот с кем бы я точно хотел бы обняться, так это с пингвинчиками. Ай, какая прелесть. Динозавры были, оказывается, предками современных пингвинов. Ученые говорят, что пингвинов можно смело назвать птичьими динозаврами. Чтобы отметить открытие, два черно-белых потомка древних животных отправились в музей Чикаго, чтобы узнать побольше о своих дальних родственниках. Честь побывать на экскурсии выпала пингвину Изи и Дарвину. Организаторы этой поездки говорят, что многие птицы, среди которых и пингвины, прямые потомки динозавров. Несмотря на то, что их внешний вид и внутреннее строение с тех пор претерпели десятки изменений, родство пингвинов с тироподами и динозаврами, тирекс отрицать нельзя. Несмотря на то, что их внешний вид и внутреннее строение с тех пор претерпели десятки изменений, родство пингвинов с тироподами и динозаврами, тирекс отрицать нельзя. Ну а теперь поговорим о людях. Вообще, имплантация чипов тела человека до сих пор вызывает массу споров между сторонниками и противниками таких технологий. Однако, этот метод может быть очень полезен для людей, страдающих тяжелыми заболеваниями. Об этом заявляет одна из компаний, принадлежащая Илону Маску. Там сейчас разрабатывается специальное устройство, которое можно будет подключать к человеческому мозгу и бороться, например, с болезнью Паркинсона. Это изобретение сможет также помочь в борьбе с депрессией и разными видами зависимости. Микрочип уже был испытан на животных, а на днях испытания должны провести и на добровольцах. Этот проект был запущен еще в 2016 году, но производители практически не раскрывали детали его разработки и, конечно, самого производства. В 2019 году в это было вложено уже около 158 миллионов долларов. Теперь изобретатели заявляют, что они сумели получить устройство, с помощью которого смогут напрямую подключать мозг человека к компьютеру. Конечно, страшно это все звучит, но я смотрел, кстати, интервью Илона Маска, где он более подробно рассказывал об этом чипировании, так называемом. Это специальная пластина с размером примерно нескольких сантиметров, которая не обживляется в мозг, а платируется в череп человека. Таким образом, стимулирует определенные нейросети, нейроны головного мозга. Таким образом, если у человека есть проблемы, то он воздействует именно на те зоны мозга, которые требуются вот этой вот помощи. Я не знаю, в данной ситуации, если это будет использоваться только для помощи больным людям, я поддерживаю. Но если это чипирование относится ко всем, тогда, конечно же, это очень негативно. Между тем, время суток из ткани и даже кожи, похоже, проходит. На смену им появился новый тренд – данские сумочки из настоящего дерева. Такие мини-произведения искусства вот уже два года создают жительницы столицы. Каждое ее творение уникально. Здесь оригинальные рисунки, выполненные мастерицей вручной и, конечно же, с неповторимым дизайном. С искусством создавать сумки из дерева знакомит вас наша коллега Саманта Раб в более подробном следующем сюжете об этой информации. Мария Балан окончила Академию музыки, театра и изобразительных искусств по специальности дизайнер интерьера. Однако посвятить свою жизнь она решила совсем другому увлечению. Мария воспитывает двоих детей, которые заполняют почти все ее свободное время. Но желание творить прекрасное тоже не покидает девушку. Именно поэтому около двух лет назад она решила создать свой собственный, необычный хендмейд-бизнес. Я человек искусства, мы не можем сидеть без дела, нам постоянно нужно создавать что-нибудь. Поначалу я делала разные аксессуары ручной работы – броши, серьги и другое. Но потом у меня возникла идея придумать и сделать что-то особенное. А потом я увидела деревянную коробку и подумала, почему бы не сделать из этого сумку. Сумки делаются из натурального дерева и кожи. Марии очень повезло, что помогать в ее увлечении ей вызвался отец. Он рубит, измельчает и делает формы для будущих сумочек из ели, вишни или орешника. Работа сложная и кропотливая, поэтому на создание одного аксессуара может уйти больше 15 дней. Когда каркас готов, я крашу его лаком и он сохнет. Затем делаю кожаную обивку, прикрепляю фурнитуру, металлические элементы. После этого создаю дизайн будущей сумки. Я рисую на каждой картину, в которую вкладываю все, что чувствую в данный момент. Я полностью раскрываюсь. Мне нравится рисовать и вкладывать в это какой-то смысл. Больше всего Марии нравится рисовать на своих сумках пейзажи и цветы, выполненные в теплых тонах. Например, это было нарисовано с помощью кисти, но я совместила краски с мастихином. Эта плоская лопатка, которой я замешиваю мастихины, создаю разные цвета, окраски на масленной основе устойчивы к влаге и воде. Если правильно и бережно относиться к изделиям мастерицы, эти аксессуары прослужат вам очень долгие годы. Мария рассказывает, что уже воплотила свою мечту о создании сильных и современных эко-аксессуаров, а теперь перед ней стоит новая цель. Теперь я бы хотела попробовать делать рюкзаки, а еще создать мастерскую, в которую я смогу приглашать людей, которые тоже хотят научиться создавать такие аксессуары. Но это такая мечта на будущее. Эти сумки все-таки не полностью сделаны только из дерева. Чтобы изделие было практичным и могло использоваться не только как красивый аксессуар, Мария добавляет сюда кожаные и металлические элементы. Таким образом, вы можете сложить в такую сумочку абсолютно все, что понадобится вам, чтобы чувствовать себя комфортно каждый день. Это тот элемент одежды, вернее, аксессуаров, которых много не бывает. Вот для девушек, девочек, женщин прекрасно, и, естественно, известен тот факт, что сумма, как и туфель, много не бывает. Необычное изобретение. Будем следить дальше за другими моделями от мастерицы. Но мы переходим к следующей теме. В Молдове должен появиться музей румынской литературы. Ассоциация «Регион Северпруд-Нестер» год назад купила дом известного румынского поэта Андриана Паунецку. Теперь здание реставрируется, и в скором времени будет преобразовано в место, которое смогут посещать все почитатели творчества писателя и просто увлеченные литературой люди. Преображение старого дома Паунецку началось совсем недавно, но некоторые деятели искусства уже высказали свое недовольство в социальных сетях. Не так давно Ассоциация разместила в интернете фотографии проекта реставрации дома Андриана Паунецку. Все пользователи сети смогли увидеть, как по окончанию ремонта будет выглядеть музей. Некоторые жители нашей страны выразили недовольство с тем, что увидели. Среди противников глава агентства по инспектированию и реставрации памятников Иоанн Штефаницы. Он считает, что реставрация дома пройдет с нарушениями, и оно утратит свою подлинность. Из фотографий, которые мы видели в медиа онлайн, у нас есть позиция резервата в связи с интервенцией, которые были в этой эпохе. Все интервенции были неадекваты и уходили в мутиление, в частности, больше всего этого. У Евро-регион Сириат Прут Нестер, который занимается ремонтом и восстановлением дома Андриана Паунецку, есть ответ. Всполнительный директор ассоциации и близкий друг поэта Мирча Косма объясняет, что проект согласовали семьей Паунецку. И вместе пришли к решению о том, каким именно должен быть дом после реставрации. Ответ дома изменение по желанию самого поета. В одном из своих писем, Андриан Паунецку упоминал, каким должен быть дом после его смерти. Покупка этого дома обошлась с ассоциацией в 10 тысяч евро. Еще 70 придется вложить в реставрацию. По окончании музей будет готов принимать гостей. Здесь будут храниться сборники стихотворения румынского поэта и его личные вещи. Хочется прокомментировать, но иногда сдерживаешь свои собственные эмоции в этом отношении. Ну а мы переходим к следующей новости. Известный российский певец, звезда 2000-х, так быстро времени идти, кстати. Дима Билан решил с триумфом завоевать сердце современной молодежи и снял первый в мире клип в стиле ТикТок. Песня «Химия» за некоторое время до выхода клипа набрала бешеную популярность у любителей ультрамодной социальной сети. Не только простые пользователи, но и самые яркие звезды современного российского шоу-бизнеса снимали под нее видео и выкладывали в ТикТок. Основой клипа стали именно эти ролики. Видеоверсия «Химия», в которой снялись самые популярные блогеры, уже набрала почти 2 миллиона просмотров, а песня возглавляет чарты уже несколько недель подряд. Самый современный и пока единственный в мире клип в стиле ТикТок прямо сейчас. Диме Билан и «Химия», наверное, мы там присоединимся. Один популярный жест появился в ТикТоке, но этот жест, я думаю, знаком всем влюбленным, и я считаю, что это проделана замечательная работа, и Диме Билану мы желаем удачи, пусть как можно больше просмотров и лайков набирает его в детище. Молодец, сколько лет держится, скажем так, на волне, лавируя на волнах шоу-бизнеса. Результат мне очень понравился, он необычный. Мы движемся дальше. На самом деле, чтобы стать популярным в интернете, нужно по полной использовать все возможности своей мимики. По крайней мере, благодаря этому рецепту успеха удалось добиться пятилетнему Корги под кличкой Джен. Он активный, игривый и хитрый четвероногий. И благодаря умению строить разные гримасы, он уже завоевал любовь сотен пользователей интернета. Я от него балдею. На самом деле, хозяева Джена пытаются запечатлеть на фото все его неприятные умения пользоваться мимикой своей мордочки. У артистичного Корги уже есть более 111 тысяч подписчиков в Инстаграм, а еще его по праву называют самой эмоциональной собакой во всем интернет-пространстве. Я подписываюсь под всеми этими словами, потому что нереально. Мне напоминает нашего коллегу, но не буду его озвучивать. Я поняла, о ком ты. Прямо сейчас еще одна новость. Теперь свой собственный робот появился и у Facebook. Компания разработала специального акробата, который может устанавливать оптиволокно на силовых кабелях. Прочная волоконная оптика была также разработана командой специалистов компании. Изобретение используется для расширения интернет-сетей по более выгодной цене, особенно в развивающихся странах или в сельской местности. В классическом варианте кабели должны быть закопаны. Facebook не будет работать с этими волокнами, но планирует продавать лицензии на использование новой технологии другим заинтересованным в этом компании. Заказчик, который готов начать тестирование, уже нашелся. Запуск новой системы состоится в следующем году. В установке оптиволокна и будет помогать робот-акробат. Он поможет протянуть за один раз милю кабеля. Оптическое волокно наматывается вокруг линии электропередачи. Как это происходит, вы видите прямо сейчас на своих экранах. Далее в программе. Возможно, совсем скоро настоящим птицам придется уступить место в небе роботам. Немецкие ученые разработали механического пернатова, который ничем не отличается от живых птиц и никогда не собьется с пути. Итальянский инженер, всю жизнь проработавший на заводе «ФИАТ», изобрел прибор, который должен помочь людям защититься от коронавируса. Изобретение напоминает электрический чайник, который нужно ставить между двумя людьми во время беседы. Аппарат способен создавать между людьми своеобразную стену, не пропускающую частички слюны, которые могут задержать опасный вирус. 50 лет назад Марио Палацетти разработал антиблокировочную тормозную систему для автомобилей. Это было настоящим прорывом в отрасли и помогло существенно снизить количество несчастных случаев на дороге. После этого Марио получил прозвище «Мистер АБС», а его изобретение вошло в стандартную комплектацию всех автомобилей. Сейчас Марио 84 года, и он на заслуженном отдыхе, но даже на пенсии инженер не прекращает работать. На этот раз он решил создать что-то, что поможет людям защититься от заражения коронавирусом. Своё изобретение Марио назвал «биобустер». Прибор создаёт специальное аэродинамическое поле, которое способствует тому, что всё, что человек вдыхает во время разговора, возвращается обратно и не попадает в воздух. Концепция тут очень простая. Моей целью было не убить вирус, а предотвратить его распространение. Изобретение Марио ещё до конца не доработано. Сейчас над его усовершенствованием инженер работает вместе с коллегами из Политехнического университета Турина. Если всё, в том числе испытания, пройдёт успешно, прибор Марио сможет решить множество проблем. Например, в школах, общественных местах, общепитии, других заведениях можно будет отменить необходимость соблюдать социальную дистанцию. Инженер говорит, что его разработка на самом деле очень проста. Но никаких технических деталей не предоставляется до тех пор, пока «биобустер» не будет запатентован. Разработчики надеются, что первые пользователи у их изобретения появятся уже к концу лета. Интересно было познакомиться с изобретателем вот этой системы, которая спасает столько жизней, столько предотвращает аварии. Представляешь? Мне кажется, вот он человек-легенда как раз. Да, и вот, конечно, талантливый человек талантлив во всём, и его талантливые разработки на этом не остановились, не закончились, и он продолжает что-то придумывать. Но если пандемия коронавируса застала вас врасплох, и вы совсем не знаете, чем себя занять на летнем отпуске, то приобращайтесь к искусству. Мы предлагаем вам, как в детстве, взять в руке карандаш, либо раскраски и начинать рисовать. Если вы думаете, что у вас совсем нет таланта, не беда. Огромную популярность в последнее время набирают книжки-раскраски для взрослых. А многие психологи рекомендуют такое влечение как способ справиться со стрессом и тревогой. Раскраски для взрослых – не только возможность почувствовать себя ребёнком, но и способ позаботиться о работе мозга и психическом здоровье. Раскраски – это эффективный терапевтический метод, который может избавить от негативных мыслей и стресса на работе. Такой способ расслабиться был рекомендован одним из самых выдающихся психологов – Карлом Юнгой. Также доказано, что раскрашивает цветными карандашами сложные фигуры, человек избавляется от стресса и даже приступов паники. А это в последнее время становится серьёзной проблемой для всё большего количества людей. Другими словами, раскрашивание приводит к расслаблению мозга и помогает предотвратить голодные боли, бессонницу, депрессию и высокое кровяное давление. Раскрашивание картинок, конечно, не сделает вас настоящим художником, но зато лучше чувство вкуса и цвета и стимулирует воображение. Кроме того, раскраски развивают способность сконцентрироваться и помогают стать более эффективными на работе. Также этот увлекательный процесс будет дарить вам ощущение внутреннего комфорта и благополучия. Если вы не знаете, чем заняться в свободное время, купите раскраски для взрослых и дайте волю вашей фантазии. Таким образом, вы приобретёте интересное хобби и отвыкнете от привычки подолгу сидеть в интернете или бессмысленно тратить время на свои гаджеты. Уменьшение времени, которое вы посвящаете виртуальному миру, поможет вам наладить сон и сделать его гораздо качественнее. Ещё одно огромное преимущество. Раскрашивание — это занятия, способные заменить медитацию. И одно и второе знаково полезны для физического и психического здоровья. Постарайтесь выделить для этого чудесного занятия хотя бы 30 минут в день. И вы сами не заметите, как станете спокойнее, размереннее и по-новому будете смотреть на жизнь. Также совместное раскрашивание картинок может стать отличным способом для налаживания доверительных отношений с детьми. Это и правда классное занятие. Очень рекомендую тем, кто хочет справиться со стрессом, да и вообще просто приобщиться к прекрасному. Но мы с вами увидимся сразу после короткой рекламы. Оставайтесь с нами. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok